Дорогие друзья, это Дмитрий Гасин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино, говорит, показывает вопадом. И сегодня речь пойдет как раз о музыке. Но о какой музыке? О музыке, которую я знал подросткам. Итак, мусорный ветер, дым из трубы, плач природы, смех сатаны, а все от того, что мы любили ловить ветра и разбрасывать камни. Или, допустим, у императора Нерона в гостиной жили два барона, и каждый был без языка, что делать жизнь нелегка. Или Русское поле экспериментов, или Время колокольчиков, или, боже мой, Орландзина. Да, слушайте, я сейчас начну припоминать цитаты, и это займет больше времени, чем рассказ о самой книге. Потому что 100 магнитоальбомов советского рока Александра Кушнира — это действительно, как сказано в аннотации, настоящая Библия русского рока, советского периода. Важно отметить, что здесь речь идет о магнитоальбомах, записанных с 1977 по 1991 год. То есть как раз то, с чего хотелось бы начать — это кино, это Наутилус Помпилиус, это Чаев, это все остальное. Это все позже, 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 позже. А речь идет об истоках. Вообще говоря, любой, кто вообще хоть что-то пытается изобразить в наши дни на сцене при помощи звука и микрофона, тот обязательно должен эту книгу полистать. Я думаю, что, во-первых, человек старшего поколения получит огромное удовольствие, а во-вторых, тот, кто моложе, кто вообще не понимает, что такое магнитоальбом, рассказываю для тех, кто помоложе. И не обижайтесь, потому что действительно так. Я тоже понятия не имел до того, как впервые, правда, не в этой книге, а в другой, прочитал подробное описание, как это так, пластинки на костях. Так вот, друзья мои, специальным крючком присоединялась игла, значит, и эта игла процарапывала дорожки, подобные дорожкам на граммофонной пластинке, на рентгеновских снимках, которые находили на помойках и, значит, тырили в больницах. Вот. И потом, соответственно, вот эти вот песенки на костях слушали. Как раз-то один снимок чьих-нибудь легких или чего-нибудь перелома, да, помещалась как раз в песне. Вот. Такой сингл получался. Что такое альбом, магнитоальбом, в частности? Это примерно час звучания. Это, условно говоря, в районе 20 песен, 10 на одной стороне пластинки, 10 на другой. Вот. Песен могло быть не 10, а 4, вы же понимаете, да, или 2. Ну, это зависит вообще от композиции и от других обстоятельств. Но сам формат сложился в силу технологических причин. Вот граммопластинка, да, она породила потом. Магнитоальбом мог быть короче, мог быть длиннее. Это лента. Лента магнитофонной пленки на таких бобинах больших. Ну, такие вот размером с эту книгу коробочки, да. Вот. И эти бобинные магнитофоны были у всех любителей бардовской песни. У всех любителей Высоцкого. У всех любителей раннего Куджавы и так далее. То есть так далее. И, разумеется, русский рок тоже эту индустрию, настоящую подпольную индустрию производства магнитоальбомов, запустил, подхлестнул просто и разжег. Что же они записывали? Ну, во-первых, это, конечно, музыка, качество записи которой, ну, мягко говоря, не студийное. Опять же, комментарий для тех, кто немножко отдалился исторически. Советская цензура была одной из самых тяжелых и страшных форм цензуры, существовавших в 20 веке. Эта цензура была предварительной. То есть ты не только что не мог пластинку выпустить, и потом тебя за это поругают, если пластинка не соответствовала высоким нормам коммунистической идеологии, да. А тебя близко на пушечный выстрел не подпустят ни к студии звукозаписи, ни уж тем более к грамзаписывающему оборудованию, да. То есть фирма «Мелодия» легендарная, все это забудьте. Это все делалось на коленочке подпольно. И делалось на таком высочайшем художественном уровне иногда, что эти тексты, этот звук, эти неповторимые открытия в плане микширования, которое делалось тоже чудовищными вещами, нам сейчас даже сложно представить, что это такое, когда гитара мастырится на коленке, делается своими руками. Не просто струны перетягиваются, а все. Появится усилок, посоединяется электроника с механикой. И все это делается вот непрофессионалами, потому что достать это было совершенно негде. И вот потом появились уже и музыканты, и люди с профессиональным музыкальным образованием. Тут очень разные звучания, очень разные содержания, очень разные, значит, соответственно, группы. Чем отличается, почему мне так понравилась книга Кушнира? Во-первых, я, что называется, не в материале. Я все-таки большую часть этих групп не слушал. Особенно от меня закрыта панк-культура всего просто свойств характера. Я был страшный битломан, но я всегда держался подальше от тех, кто у нас увлекался, значит, панковал, скажем так. И, конечно, ну, в общем, хиповая система мне гораздо ближе. Душевные, исторические. Будучи подростком, я, конечно, слушал другую музыку. В сущности, все, что я знаю о панк-музыке, мне рассказал Антон Сой. Я шучу, конечно. Но вот как раз у Сой, хорошо, что он пришелся к слову, есть отличная повесть «Бездельники», которая как раз описывает ленинградскую контр-культуру 80-х. Значит, вот как она есть именно с точки зрения юных панк-дарований, да. Вот. Ну ладно. Значит, у Кушнира есть замечательные свойства. Что я ожидал от книги? Ну, технического описания записей, да, каких-то биографических справок, обильного цитирования текстов. А все мы знаем, ни для кого не секрет, что огромная часть текстов рок-музыки абсолютно беспомощно смотрится в отрыве от драйва, от голоса, от звука, от атмосферы, да, от контекста. Это, в общем, даже почти не стихи. И, ну, увы, да, конечно, это не относится к шедеврам, да, что там говорить. У нас есть Веня Дыркин и есть Башвачев, и есть много поэтов, которые, собственно, поющие поэты, да. Но здесь есть и другое явление. Я этого ничего в книге не нашел. Я нашел другое. Я нашел совершенно неформальную, абсолютно развязную, отвязную, я бы сказал, значит, историю вот этой всей жизни с ее невероятными сессиями, которые прерывались походами в гастроном, с ее абсолютно подпольной деятельностью, которая регулярно заканчивалась скандалами, чуть ли не посадками и так далее, с ее бесконечной богемной вот этой вот, скажем так, мусорной деятельностью, которая там присутствовала всегда, вокруг увивалось огромное количество каких-то бандюк, каких-то темных личностей мутных и так далее, с ее, что уж там таить, греха, да, значит, наркоманией, алкоголизмом и, значит, беспорядочной жизнью в остальном. Но как это божественно описано, понимаете? Ты чувствуешь, что это все было не зря. А это было не зря. Потому что эти люди, естественно, гении, такие как аквариум, да, это единицы, да, вот, десятки добились успеха. Сотни где-то существуют на периферии нашего музыкального с вами сознания, да. Но делалась эта культура десятками тысяч людей. И вот эти вот люди вместе сотворили потрясающе. Они сотворили альтернативную историю 20 века, которая вот идет вот аккуратно, так вот в другом измерении от всей этой комсомольской, значит, пионерской, да, деятельности с ее картонными лозунгами со всем тем, что кануло в небытие, полностью рассыпавшись в прах в считанные дни. Вот. А вот это выжило. Потому что это было настоящее искусство. Но он делается всегда всерьез и делается всегда очень дорогой ценой дается, да. Но неважно. Тут есть другое. Потрясающая способность кушнира описывать музыку. Я встречал действительно людей, которые умеют это делать. И устно, и письменно. И у нас есть классический источник, у нас есть какой-нибудь солертинский, да. Но вот это сделано в масштабе большого искусствоведения. Так специалисты, европейский признанный знаток, который там по всему миру гастролирует, описывает какие-то нюансы каких-то, прости господи, малых голландцев, да. Вот здесь вот. Он знает все обо всех музыкантов. Биографию каждого, даже случайно мелькнувшего, который, значит, подыгрывал на Альте в знаменитом альбоме Крематория, да. И сгинул потом со своей шизофренией в сумасшедшем доме. Трагическая подробность. Но откуда она? А их там, этих подробностей, миллион. Качество формулировок, оно завораживает просто. Здесь последняя цитатка как раз о моем уже упомянутом Крематория. Итак, запись одного из самых известных альбомов Крематория как раз там, где родилось фирменное звучание вот этого вот альта, которое здесь называется Бетховещиной, потом замененного скрипкой. Итак, эффект этой Бетховещины был очевиден. Непрофессионализм и разбаланс записи достиг вершины маразма, перевалил через нее и плавно опустился в область чистого кайфа. Это божественно. Я лучшего описания импровизации просто не встречал музыкальной. Это, конечно, супер. Но я так тактично назвал вот это вот происходившее и оставшееся на пленке импровизацией. Гитарку-то неплохо было бы и настроить. Вы понимаете, да? Но это не важно. Это все детали. А в сущности, это огромная история культуры. История культуры написана бесконечно талантливо, абсолютно свободно в этой книге поражает дыхание. То есть человек, который не просто причастен ко всему происходившему, а просто вот на прям вот сейчас живое погружение, что называется. Избави бог, конечно. Потому что это все-таки кануло в лету. И никому не надо больше прятаться и тайком что-то перезаписывать. И мы все можем это слушать. И можем обсуждать. И можем спорить. И сколько угодно наслаждаться. И сколько угодно ругаться по этому поводу. Но это музыка. И она будет звучать вечно. И спасибо Александру Кушниру, что он нам сохранил то, как она создавалась. Потому что больше это, похоже, нигде не зафиксировано. Эти все записи. Последние бобины уже сейчас используются где-то в музеях, я не знаю, в частных коллекциях. Последние катушечные магнитофоны стоят только в студиях совсем другого качества. И не для того они используются. И вот это вот, к счастью, все миновало. А остался результат. Осталась прекрасная музыка, которую будут слушать еще наши внуки. Я в этом уверен. Спасибо за внимание.